Мы приходим, как в добрую сказку, и на ваши сердца говорят За добрый уют дашь лечение и ласку, спасибо, родной интернат Звучит гимн 25-й санаторной школы-интерната. Его написал бывший директор Артека, сейчас заслуженный учитель России Марк Борисович Целевич. Именно он создал в стенах интерната добрую сказку, о которой рассказал в песне. В этой школе учатся особенные дети. Почти половина из них – инвалиды детства. Сюда их привели заболевание опорно-двигательного аппарата. Все, что не додала ребенку природа, забрала плохая наследственность, привнесла современные экологии и урбанизации, пытаются скорректировать врачи и педагоги. Многие ребята растут без отцов. Многие из многодетных семей. Дети находятся в интернате на пятидневке. Ежедневное пятиразовое питание. Могут получать лечение, не прерывая занятия в школе. Десять лет назад в этих стенах из обыкновенного заурядного интерната попытались создать школу с особыми условиями для детей со сколиозом, мышечной дистрофией, переломами позвоночника, вывихами бедра по списку более 30 врожденных и приобретенных заболеваний скелета. Максим в школе с первого класса. Сейчас уже заканчивает третий. Что тебе здесь нравится? Мне нравится, потому что интернат хороший, школа хорошая, потому что я лечусь. Как часто ты приходишь в медицинский центр лечиться? Ну, не редко, но, в принципе, много. Хожу лечиться. Почему много? А потому что у меня очень сильное заболевание. Это какое? Враждебный сколиоз. Тебе болит спина? Мне пока это не мешает. Не мешает? Нет. А зачем тогда лечиться, если не мешает? Лечиться, чтобы еще хуже, чтобы вообще у меня горд не вырос. Или совсем уже согнулся. Кабинеты электролечения и электросна. Подводный массаж и несколько залов тренажеров и ЛФК. Здесь все есть. Маловероятно, но директор школы находит возможность обеспечить медицинский центр и современной аппаратурой, и привлечь высококвалифицированных специалистов. А это дает возможность лечить ребенка комплексно. То есть не только те заболевания, по которым специализируется школа, но и сопутствующие. Астмы, бронхиты, вегетососудистую дистонию. Что не хватает? Наверное, внимание. И нам не хватает рекламы. А нас мало знают. И дети, которые нуждаются в лечении, мало к нам поступают. У нас недобор детей. Мы рассчитываем на 160 человек, а у нас где-то 145-150 человек. Хотелось бы, чтобы о нас знали, чтобы к нам приходили лечиться. В этой школе больше всего ценится не отличная учеба и не дисциплина, а доброе отношение к людям. Поэтому и учатся здесь хорошо, и с поведением все в порядке. Эти фотографии сделаны недавно, на школьном празднике, где и ребята, и педагоги танцевали, пели, разыгрывали сценки. Ведь для детей смех – это лечение, смехотерапия. У детей должно быть хорошее настроение. Благоприятная психологическая обстановка – главная предпосылка для эффективного лечения. Самый любимый в классе, да? Потому что у нас много проблем со здоровьем, поэтому все его обожают и охраняют. Как талисмана. А тебе здесь нравится? Да. А что нравится? Интернат нравится. Он хороший. Тут как дома. Здесь очень много приходится работать. Что вот вас здесь удерживает? Дети. Ну как можно взять детей в пятом классе и не довести их до девятого класса, если они становятся, наверное, родными, да? Вот. А что вы преподаете? Физику. Чего не хватает в вашей школе? Да все хватает. Не знаю, вроде все хватает. Да все вроде есть. Дети любят своих учителей. Это здорово. Я каждым учителем дорожу. Я борюсь за каждого учителя. Часто вот людям бывает сложно смотреть и общаться с детьми, которые больны какими-либо заболеваниями. Вот как найти в себе силы относиться к этим детям так же, как и другим? Здесь помогает оптимизм. Я каждому ребенку говорю, слушай, я вам покажу этих ребятишек, ну вот несчастные, родившиеся в тяжелых семьях и так далее. Рост маленький, они не растут, потому что матери в свое время употребляли алкоголь. Вот я их спасаю. Я говорю, слушай, Рома, да ты самый красивый, давай попробуем. Ты у меня и танцуешь, ты у меня и поешь, ты у меня и рисуешь. И я хочу, чтобы они не чувствовали, что они инвалиды. Я этого добиваюсь. Я с ним раз говорю, как с равным. Я им не подчеркиваю, что он инвалид. Я говорю, дед, ты равный. Ты равный, ты все можешь, ты можешь писать член, можешь решить задачу. Ты можешь нарисовать лучше всех. Программа для таких детей, как у вас, она облегченная? Нет. Обычная? Обычная. Но только она несколько видоизмененная. У меня нет, скажем, труда. Вместо физкультуры у нас лечебная физкультура. То есть, вот такая особенность. А так у нас общая программа. Никаких скидок. Мы получаем конверты на экзамене и открываем, и они также волнуются. И также холодный пот капает с носика, когда они пишут сочинение, решают задачу. Как в ГАИ. Вы понимаете, что ваша школа – это такой оазис? Я понимаю, что за 26 лет мне это удалось сделать. Но я бы ничего не сделал, если бы не мои замечательные учителя, воспитатели, врачи. Технический персонал у меня сильный, водители, повара прекрасные готовят. Великолепно. Они по 20 лет работают. А как вы считаете, вот почему другие школы не могут то же самое себе обеспечить? Вы знаете, тут все зависит от… У меня счастливая судьба. Быть директором «Артека» в 6 лет. Везде у меня ученики, везде друзья. У меня же было 5 тысяч детей, 10 лагерей по 500 человек. То есть, благодаря вот этим связям, вы считаете? Связям, да. И потом я обладаю, мне кажется, даже гипнотическими качествами. Да что вы? Я чувствую сразу, если я нравлюсь человеку, я к нему обращаюсь. Если вижу, что я не нравлюсь, я сразу от него ухожу. Марк Борисович, безусловно, не похож на обычного директора. Называет себя многодетным отцом. Встречая вас, сразу ведет к роялю. Потом к синтезатору в свой кабинет. Его любят артисты, политики, бизнесмены. Откликаются на просьбы помочь интернату и его воспитанникам. На день рождения интерната, например, ребят поздравляли Георгий Ярцев и Ренат Досаев. Подарили мячи. Пожали руки. Вы что, хотите, как они, что ли? Конечно. А чего хочется добиться? Результатов больших. Правда? Да. Какие главные принципы воспитания в вашей школе? Принципы воспитания – это, прежде всего, доброта, человечность. Потому что можно быть отличником и быть очень недобрым человеком. И надо быть добрым. Надо быть отзывчивым. Надо быть внимательным. Надо быть образованным. Надо любить литературу. Надо любить музыку. Надо любить живопись. Надо любить товарищей. Надо уметь относиться хорошо друг к другу. Понимаете, если ребенок злой, у нас даже орден есть за доброту. Я могу о особенно больных детях рассказывать. Такие тяжелейшие судьбы. Скажем, Ира, папа всю жизнь бил маму. Мама инвалид второй группы. Девочка у меня 9 лет. Она приходила на учебу, не выспавшись, после субботы. Скажите, что папа всю ночь буянил. И также Сережа Рачкова. То же самое. Я его ругаю. Тричем, предельник не пришел. Молчит. Потом на следующий день признается. Марк Борисович, папа всю ночь буянил. Не давал нам спать. Я застал только в 7 часов. Вот такие судьбы. А здесь их дом. Здесь они вельможи. Здесь они сыты. Здесь они обеспечены. Здесь они получают образование. Здесь они получают лечение. Здесь они получают воспитание. Вот поэтому я самый счастлив. А как вы подбираете персонал? По индивидуальным качествам. Каким? Во-первых, должен быть добрым. Не кричать. Последний учитель, который кричал на детей, уволен 7 лет назад. В любой ситуации учитель должен сохранять самообладание и работать с улыбкой. В любой ситуации. Пусть ребенок есть ребенок. Но учитель должен... И у меня нет злых учителей. У меня все добрые. Поющие, играющие, танцующие. Учебный класс. Для многих школьников норма занятия в лежачем положении, чтобы не перенапрягать позвоночник. А это первоклашки. А кем будешь, когда вырастешь? Дизайнером. Придумывать модель дома, квартиры. А я хочу быть директором. В интернате очень тяжелый труд. Тяжелая работа. Администрация должна работать с 7 утра до половины 10 вечера. Не каждый это выдержит. Если администратор на месте, дети это чувствуют. Дети решают многие проблемы. В то же время и воспитатели, и учителя. Большое хозяйство. Нужно обеспечить и пищеблок. И хороший спокойный сон. И хорошие методически правильно построенные уроки. И самоподготовку, где дети готовятся к урокам. Понимаете? Это очень большой объем работы. С 1966 года я работаю в интернате. Почему так долго на одном месте? Вы знаете, потому что здесь трудный объем работы. Так надо бежать отсюда? Нет. Учитель не имеет на это права. Учитель должен работать там, где трудно. Где трудные дети. Где тяжело больные дети. В каком случае человеку не нужно идти в педагогику? Если этот человек не любит детей. Это в первую очередь. Ведь учитель, он должен жить жизнью детей. Интересоваться ими. Их поведением. Их эмоциями. Их знаниями. Чем он интересуется. Что ему надо дать. Что ему надо. В чем-то ему надо отказать. Каков ваш главный педагогический принцип? Вы знаете, строгость с добротой. Сочетание строгости и доброты. Если учитель строг, но добрый, то дети понимают. Дети, вы знаете, они, учителя видят, ну, только стоит им один раз побывать на уроке или встретиться с человеком, который вел урок. И тогда для детей все становится понятно. Замечательно, что помимо общеобразовательной программы, ученики получают и профессиональные знания. Например, в детской автошколе. Кстати, единственной в России. По ее окончании ребятам выдают удостоверение юных водителей. Некоторые ребята, инвалиды детства, ходить-то хорошо не умеют, а машину водят. А какие успехи у вашей школы? Мы особо не ставим перед собой задач в достижении успехов. Нам надо достичь стабильности в обучении детей, чтобы они стабильно, ровно получали свои навыки. Вот здесь приходится работать с утра до вечера. Что удерживает? Ну, наверное, большая протягательная сила Марка Бориса. Он заражает своей энергией, и уже как-то выживешь его в ритме. Как вам кажется, по какому принципу он отбирает персонал? А персонал сам по себе отбирается. Или сможешь в этом ритме жить, и, значит, тогда будешь с ними работать. И если не сможешь, значит, уже просто не будешь работать. А у кого возникла идея создать автошколу? Это врачебная идея. Профессор Малахова, главного детского ортопеда России, он нас консультирует. Он главный детский ортопед Российской Федерации при Минздраве. И вот он рекомендовал нам пять лет создать, поскольку дети с ограниченными возможностями передвижения. Для них машина – это средство жизни. Тем более они не будут, значит, и ноги на костылях, у меня ноги с палочками. У меня, в общем-то, девять машин и пять инструкторов. И дети, в общем-то, после окончания получают и юношеские права, и вообще общие водительские права. И многие ученики приезжают уже ко мне на машинах. Ваш рабочий день сколько часов длится? Я не считаю. Обычно мой рабочий день начинается в половине восьмого, заканчивается в 22-23 часа, пока дети не заснут. А как же своя семья-то к этому относится? Ну, как к семье относится? У меня уже сыновья взрослые. Ну, сначала, когда дети были маленькие, семья сначала убежалась. Но у меня жена учительница, она понимает, что это такое. Поэтому вы имеете дело с самым счастливым человеком, который 26 лет спасает детей. У меня получают удовлетворение. Хотя мне трудно, то не получается, то денег нет. То какие-то проблемы у учителей, то проблемы, там скорая помощь, что-то ребенок заболел. Но все равно я счастливый. Мне все труднее всех, но самый счастливый я. У нас его зовут Марк Борисович. И он очень добрый. Да. Какая у него главная черта? Главная черта? У меня такое ощущение, что он ощущает себя отцом всех детей, потому что он очень паотически к нему относится. Очень. Потому что он переживает за всех, знает абсолютно каждого ребенка по именам, знает все его проблемы со здоровьем, которые связаны, знает все его проблемы, которые связаны с учебой. Какая главная черта характера у Марка Борисовича? Вы знаете, самая главная черта характера – это достижение цели. Да. И доброта его. Доброта. Ну и потом можно сказать, что Марк Борисович вообще ходячий энциклопедий, как мы его зовем. Каковы педагогические принципы директора вашей школы? Все через любовь. Подход к детям только через любовь. Урок рукоделия – это своего рода арт-терапия, лечение искусством. Дети рисуют, сочиняют стихи, с тяжелейшими искривлениями позвоночника танцуют и создают вот такие прекрасные произведения. А это дает отличный лечебный эффект. Надежда Михайловна, а вот с какими проблемами приходится сталкиваться у этих детей? Ну, проблема в том, что здесь дети находятся 5 дней в неделю. Ну, это, конечно, самая большая проблема. И дело в том, что дети приходят, поскольку они больные, то, в общем-то, заниженная самооценка – это главная их проблема. Вся наша жизнь построена для того, чтобы повысить их самооценку, адаптировать их в жизни в нашем социуме. Агрессию мы снимаем автошколой. Почему? Потому что все здесь проходит через любовь. Все педагоги очень внимательные и, в общем-то, не кричащие. Дети чувствуют такую заботу, соответственно, отвечают тем же. И поскольку они находятся в такой же среде, как они и сами, то есть они вот это вот отношение и злость к жизни не чувствуют. Вот те 5% детей, которые недовольны собой или недовольны жизнью, это те дети, которые приходят поздно в школу. То есть это уже в середине 8 класса, когда они еще не успели понять вот это вот все хорошее, все хорошее, что они могут здесь получить. Ты давно здесь учишься в школе? Нет, в этом году пришла. Ну и какие впечатления? Ну, здесь здорово. Да? А что здорово? Ну, как бы, хорошие учителя, хорошо кормят, хорошо занимаемся. В старой школе тебя не кормили, что ли? Нет, кормили, но все-таки. Да? А хорошие учителя, это как понять? Лучше стало понимать предметы. А ты давно здесь учишься? Нет, с прошлого года. Тоже недолгожительница, да? Да. Ну, скажи несколько слов о своем директоре. Он очень хороший, добрый, любит детей, всегда нам намечают всякие мероприятия или путевки в какие-нибудь города, и с ним очень интересно. А где вы побывали? Мы побывали, ну, вот в этом году мы ездили в Швецию, в Финляндию. Вы человек, который в педагогике пережил как бы две системы. Вот та прошлая советская, да, где вы были директором Артека и нынешняя современная. Как вы их сравниваете сейчас? Вы знаете, даже в современной педагогике больше откровенности. Понимаете, мы тогда были закомплексованы. Идеологические были все эти установки, эти отряды пионерские имени Павлика Морозова и так далее. Сейчас многое изменилось. Сейчас свобода слова, она, учитель дает большие возможности. Я могу высказывать свое мнение, относящийся ко всем событиям. Я не оглядываюсь по сторонам, где, скажем, Прибрежье, если я бы сказал что-нибудь не так на уроке, то я был не уверен на уроке. Сейчас я спокойно себя чувствую. И, конечно, мы создадим действительно детскую организацию, мы придумаем еще, как ее создать. Но мне сейчас даже больше нравится. Мы же даже привлекаем религию. У нас работает отец Никон, это помощник Алексея. Он бывает на всех мероприятиях. То есть православное воспитание какое-то? Да, воспитание доброты. Хотя церковь отделена от государства, но отец Никон у нас бывает. Дети очень много верующих, почти все. Вот это поразительно слышать от вас, как от бывшего директора Артека, да? Это же оплот пионерии. Тогда это было друг другое время. Я все тогда делал искренне. Все эти песни, все это много было интересного. У меня было 125 зарубежных делегаций, дети Африки, дети Америки, дети Болгарии, дети стран народа демократии, все республики. Интересно очень было. Но вы считаете, что сейчас нужна организация детская? Какая-то организация очень умная, тонкая, которая нравилась бы детям, которая не навязана бы, которую они сами придумали бы эту организацию. Что им не сверху навязывали, а тонко подсказывали. Безусловно, какая-то организация детям нужна. Марк Борисович, еще скажите, пожалуйста, несколько слов для тех людей, которые приходят в педагогику сегодня, для учителей. Это замечательная отрасль. Самые счастливые люди любят, кто любит свою профессию, кто любит детей, кто терпелив, кто талантлив, кто одарен, кто может дать детям что-то. У меня учителя работают, все работают. Я подбирал команду в 26 лет. Сейчас я доволен. У меня очень много молодых, талантливых учителей. А ребятишкам пожелания? Ну, ребятишкам. Главное, детям должны смеяться дети и в мирном мире жить. Чтобы они не знали о всех этих сложностях, они еще все узнают. Хотя мы и в жизни готовим. Мы рассказываем, что дай вам Бог встретить еще один такой интернат, дай Бог встретить еще одного такого Марка Борисовича и Натальи Ивановны и так далее. Дай Бог встретить таких добрых людей. Тогда у вас будет все хорошо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»